А тут же что у нас произошло? Ну так, чтобы добить авторитет папства. Идея была прекрасная. Папа возвращается в Рим. И наконец-то католическая церковь получает свое статус-кво. Возвращается она на трон Святого Петра, который исторически в Риме находится. И вот папа Григорий XI переезжает, обосновывается в Ватикане. До этого они проживали в Латерарском дворце. Прошу прощения. 27 марта 78 года он помер. Ну и тут же что? Курея кардинал собирается выбирать нового папу. А вокруг собирается толпа римлян, которые кричат, что папа может быть только итальянец. Потому, что эти за 60 лет папы французы достали все хуже Горький и Рейский. Почему? Потому, что они все во Францию тянут. И помочь надо в Италию. Естественно. Избрали Урбана VI. Папы римским. В 1378 году. А он был неаполитанец. Что это за Дементий прилег на диван? Говори потише. Да. Избрали Урбана VI, который был неаполитанец. А что такое? Он собственно говоря был Бартоломео Приньяно. Варфоломей. Да. В мирском, так сказать, в своем измерении. А неаполитанец... С одной стороны, он не римлянин, но все-таки итальянец, безусловно. Но в Неаполе правит французская династия. А, черт. То есть, вроде и нашим, и вашим. Вроде как здорово получилось. Правильно? Вроде бы компромисс найден. Но тут выяснилось, что не найден. Потому, что заметная часть кардиналов. То есть, большинство кардиналов объявили его душевно больным. Ну, потому, что что-то он там с имуществом делал. Не то, что нужно. Выборы Урбана VI объявили поддельными. Ну, потому, что он... Спалисифицирован. Душевно больного кандидата пригнали. То есть, это не считается вообще. Нужно пересоблюдать. Кстати говоря... Чтобы вы понимали... Кстати, вы все это видели. Все это было сделано под давлением толпы. В том числе, черни, кстати говоря. Что никуда не годится. То есть, демократично. Никуда не годится. Поэтому Курия собирается заново. И отлучает Урбана со 100 ватт церкви. Вообще. Радикально. И выбирают папу Климента VII. А он берет и уезжает в авиньон. Вот гад. Так как... Во-первых, за Урбаном стояло неопританское королевство. Не так просто. Просто... Оно от Рима очень рядом. Там огромная военная сила. А там парни суровые. Все в кожаных доспехах красивых. Такие все. Ох, мафиози. Поэтому есть папа со своими кардиналами. Со своей администрацией в авиньоне. А есть в Риме. И получились два римских папы. Каждый обязательно при восшествии на престол отлучал своего оппонента от церкви. Ну и наоборот. Хорошо получилось. При этом государства развалились на куски буквально. Потому, что, естественно, папская область и вообще вся Северная Италия поддержала папу в Риме. Еще Даня, Норвегия, Польша, Венгрия. В Англии, конечно, Англия. Ну, потому, что Англия не может поддержать папу, которые во Франции. Ну, а Авеньон поддержали Неаполь. Потому, что там французы правят и Сицилия. Понятно, Франция. Шотландия, как враг Англии. Костиль Иллион и Рагон Навара. То есть, Испания в основном. Савоя, Кипр и неожиданно Уэльс. То есть, кусок Англии. Понятно, бургундцы колебались. Священная Римская империя. Как это принято у немцев. Разделилась пополам. Мы за этих. А нет, а мы за этих. Будем тогда вам назло козлам. Авеньонская цепочка пап. Они правили долго. Это был Климен седьмой и Бенедикт тринадцатый. А в Риме успели поправить Урбан шестой, Бонифаций девятый, Иннокентий восьмой и Григорий двенадцатый. И, конечно, это не могло не напрягать окружающих. Более того, скажу, ужасно напрягало. Посмотрите, тут кругом юридические учения расцветают. А у вас вместо слитного положения мощной, единой католической церкви, каждый тянет одеяло на себя. И любой может выбрать себе любого папу. Это же никуда не годится, правильно? И поэтому в 1409 году, это важная очень дата, объявили Пизанский собор. Который произошел, как-то ни странно, в Пизе. В Пизе есть поле чудес. К моему удивлению, где Пизанская башня. Там такой собор. Такой баптистерий красоты нечеловеческой. Все одно поле. Поле красивое, постриженное. И толпы идиотов держат башню, жопой подпирают. А еще вот так фотографируются, я видел. Как только появился инстаграм, я просто охренел от количества дегенератов, которые фотографируются вот так с Пизанской башни, вот так солнышко. Такая пошлость такая. Да, так вот, чтобы собрать собор в Пизе... Это кошмар, на самом деле. Присталось пойти на настолько далеко идущие выводы, чтобы просто собраться вместе. Вдумайтесь. Только что Папа Римский был на месте Бога на земле. И его указ имел силу Божьего закона. Но, как же вы помирите двух пап? Только логически одним способом. Если общее собрание церкви сильнее воли папы. И поэтому собор в Пизе это триумф консилиаристов. То есть, этих самых соборников... Ну, кстати, говорят, не знают. Мы же святая апостольская соборная церковь. Опа! И тут-то католики тоже вдруг раз и соборная церковь. И вот собирается собор в Пизе. Естественно, Папа Григорий XII не поехал в Пизу. Ну, то есть, вы там консилиаристы? Порешайте что-нибудь. Я потом ознакомлюсь с тем, что вы порешали. И сообщу вам ваше мнение. То же самое сказал Папа Бенедикт XIII. Прошу прощения. Бенедикт XIII. Так как оба не явились. Пизанский собор не заложил обоих, отлучил от церкви. И избрал папу Александра V. Ловко. Но, естественно, ни авиньонский, ни римский папа не сдвинулись с места. И получился третий папа в Пизе. Который организовал свою коллегию кардиналов. Свою администрацию. Отлучил всех от церкви. Его вдвоем, конечно, отлучили сразу из авиньона и из Рима. Заодно сообщив окружающим, что только наше римское или наше авиньонское случение считается. Потому, что это тоже неизвестно, кто, кстати говоря. А обратите внимание. Теперь у нас два непонятно кого сидят. Хотели, чтобы получился один, а получилось три. Ну, тут уже за сабли надо браться. Потому, что этими отлучениями, прилучениями ничего не решается. Дело в том, что за сабли бы хотели взяться. Только все сабли употреблялись между Англией и Францией в это время. Как? За какие сабли вы возьметесь, когда все воюют там? Новый император Священной Римской империи. Король Германии Сигизмунд Люксембург. Это сын, младший сын Карла IV. О нем отдельно нужно будет рассказать. Даже не в этот раз. Не осилим просто. Так вот. Он объявляет собор в Констанце. В 1414 году. Он продолжался до 18-го года аж. И это считается католической церковью. 16-й вселенский собор. Константский собор. Пизанский папа Иоанн XXIII, который был избран преемником Александра V, дал согласие на проведение собора. То есть, вроде как со своей стороны благословил. Конечно, он первый поспел к уху императора. Имея в виду, что там его выберут. А остальных двух козлов не зложит. Вот. Но собрался собор. И по решению, которому кое-какое воздействие приложил, конечно, император. Не зложили всех трех папы. И выбрали себе четвертого Мартина V. Конечно, и Григорий, и Иоанн его не признали. Но потом стало понятно, что с поддержкой и императора, и очень много еще кого вы не поспорите. И они признали себя неправыми. Получили чины кардиналов в Риме. И зажили прекрасно. Правда, Бенедикт XIII убежал в Испанию. В замок Пенискола. В монастырь. Где объявил всех антипапами. И образовал свое личное папство с курией и кардиналами. А не тем, что мы подумали. Потом, правда, еще Баснерский собор избрал антипапу Феликса V еще. Он же герцог Савойский Амадей VIII. Амидей VIII, наверное, правильно сказать. Ну, в общем, это все уже был такой... Не настоящий раскол. Настоящая великая схизма. Вот она была. Когда одновременно было где три, а где четыре папы разом. Что, конечно же, на местах окончательно вылихнуло мозги прихожанам. Потому, что прихожане просто не понимали, собственно, почему мы молимся так, как вот говорят эти. Хотя... Смотрите на них. 150 километров ты проедешь. Там вроде бы те же самые папы. Только они говорят, что молиться нужно, как говорит вот тот папа. А в чем разница? А разница была ровно в том, что они делили бабки. Что на местах было очень хорошо видно. И вот тут-то сейчас мы снова в Чехии. Откуда и начнется наше все это движение гуситов? Откуда и другое хочется найти в мире?